Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать. Уже многим полюбившись в формат этого проекта предполагает многоурубимое воздействие на восприятие. Вот тут замечательная инсталляция. Мы в планете рассказываем, делимся нашими взглядами на музыку. И такой вот своеобразный синтез искусств. И программу я выбрала тоже не случайно. Я хотела показать связь музыки с другими искусствами, какую-то программу, как сказала Алиса. Где-то эта связь очевидна, где-то менее, я попытаюсь объяснить. И, кроме того, все три произведения имеют некую общую идею пути и мотив странствий. И, конечно, у каждого композитора этот мотив преломок по-своему. Вначале я исполню до мнорных экспрома Шуберта. Ну, надо сказать, что музыку Шуберта очень часто использовали режиссеры, великие режиссеры в своих фильмах. Можно назвать фильм Бермана, «Присутствие клоуна». Можно исполнить фильмы Михаиля Ханеке, «Пианистка» и «Любовь». И на фильме «Любовь» я бы хотела остановиться поподробнее. Дело в том, что в этом фильме все время звучит этот тормидорный экспромт. И вначале там есть кадр, зрительный зал, собирается публика, много-много людей. И среди этих людей, потом уже становится понятно, есть главные герои. Пожилая супружеская пара. Они пришли на концерт пианиста. Пианист как раз, конечно, играет в доминорный экспромт Шуберта. Этот пианист – это ученик супруги. И потом, после концерта, через какое-то время, ее героиня разбивает инсульт. И она постепенно ее парализует, и она постепенно умирает. Но это, конечно, страшно, когда мы это смотрим. Потому что возникает понимание, что это туда может случиться с каждым из нас. Мы совершенно беззащитные перед таким насилием природы над нами, перед смертью. И вот такое чувство не покидает, и когда мы слушаем музыку Шуберта. И у него часто такое говорят, что смерть не воспринимается как итог. Она воспринимается как нечто, что всегда рядом. И вот каждая нота в музыке Шуберта, она наполнена такой болью. И даже в конце, вот вы услышите просветление, но она будет казаться каким-то фальшивым. Но она не будет восприниматься как итог. То есть будет казаться, что мы как будто бы все время движемся по кругу и приходим туда, откуда все начиналось. Итак, Шуберта, справа на нож. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты